Прежде чем мы начнем, я позволю себе напомнить то, что мы вчера говорили и продолжить, оттолкнувшись от вчерашних рассуждений. Мы собрались вчера и продолжаем сегодня рассуждения о духовном обновлении. Духовное обновление – это то, что необходимо каждому из нас. И сегодня нужда в христианстве, во-первых, в духовном обновлении, сегодня нужны, во-первых, люди духовные. Да, нам нужны администраторы, нужны бухгалтеры, нужны и все другие служители, служители прославления, но, во-первых, от христианства ожидается духовность. Только этим мы можем победить мир. Поэтому духовное обновление – это, оказывается, очень важная вещь. И мы говорили вчера, что духовное обновление начинается с того, что вообще надо порассуждать, а может ли человек жить духовной жизнью. И, оказывается, может жить духовной жизнью. Но духовная жизнь – это не жизнь душевная, это не жизнь культуры, это не рассуждение или соприкосновение с тем, что наработало человечество в течение тысячелетий. Это все важно, это все на своем месте, но духовным это назвать нельзя. Духовная жизнь – это даже не просто религиозная жизнь. Религиозная жизнь тоже, к сожалению, может быть недуховная, так же, как и религиозные христианские песни могут быть недуховные, и все остальное. Духовность – нечто иное. Духовность – это соприкосновение Духа Человеческого с Духом Божьим. Это непрерывное общение Духа Человеческого с Духом Божьим. И мы вчера говорили, что проблема-то оказывается в том, что Дух Человеческий умер в Адаме. И рождаемся мы с омертвевшим Духом, Духом, неспособным на соприкосновение с Духовным миром, который только ловит отблески этого Духовного мира. И необходимо возрождение, то есть оживление этого Духа, то есть, образно говоря, настройка приемника или включение Wi-Fi, как вчера один из братьев упоминал, введение соответствующего ключа, чтобы этот Wi-Fi был не только физически включен, но чтобы можно было принимать сигналы, которые он излучает. То есть человек должен что-то в себе включить, а он не может этого сделать. Он не может, потому что он весь греховный. И раз он не может это сделать, он находится в безвыходном положении. Но слава нашему Господу, что он послал в мир Иисуса Христа, который пришел именно на помощь для того, чтобы включить нас в Духовный мир, для того, чтобы возродить нас. И он совершает это чудесное действие тогда, когда Дух Святой касается сердца человеческого. И человек отвечает. Очень часто бывает, что Дух Святой касается человека, Господь хочет возродить. Господь делает все потребное. Слово Божие посылает. Оно воздействует на человека. А человек не открывает свое сердце. И есть, оказывается, право у человека не принять действие благодати, действие Святого Духа. Но если человек соглашается, если человек говорит «Да Господу», если он в раскаянии плачет перед Ним, открывает свое сердце, принимает то, что Господь дает действие благодати, то с этого момента оживает его Дух, человек возрождается. Он получает принципиальную возможность жить духовной жизнью. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам пишет так. Душевный человек, 14 стих 2 главы, душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что всем надо бы насудить духовно. Оказывается, люди, которые вокруг нас, душевные люди, они хоть и хорошие люди, но вместе с тем они не могут понять духовный мир. Это не их вина, это их беда. Это проблема, это невозможность физическая. Просто они не способны, Дух их не возрожден. И поэтому-то и сказано, что человек такой душевный, который ходит здесь вокруг нас, этот человек не почитает безумием то, что мы говорим, то, что нам нравится, то, чем мы восхищаемся. Для него это все безумие. Почему так? Да он в принципе не может. И когда мы начинаем объяснять ему и приходим в недоумение, ну как ты не понимаешь, ну так же просто. Господь говорит, послушай, вот Слово Божие, вот действия, вот примеры. Человек не понимает и правильно делает. Он в принципе понять-то не может. Мы должны хорошо это осознавать, что только тогда, когда Господь воздействует Духом Своим Святым на человека, вот только тогда Он может, принципиальная возможность хотя бы появляется у Него, открыть свое сердце и понять. И вот тогда, когда душевный человек все-таки открывает свое сердце и начинает понимать Слово Божье, принимать это Слово, Слово Божье проникает, пишет апостол Павел в послании к евреям, проникает Слово Божье до разделения души и духа, состав и мозгов, четвертая глава послания к евреям, проникает до разделения души и духа. И вот это слипшееся, как я говорю, простите меня, может быть, это неудачное слово, но такое, какое-то совместное существование души и духа, после этого начинает разделяться. И душа начинает отделяться от духа. Дух начинает жить самостоятельной жизнью. И вот тогда, когда дух начинает жить в человеке, то во времени человек может жить духовной жизнью. Но проблемы не кончаются, а фактически только начинаются. Проблемы тогда, когда человек возрождается, становится по-настоящему триединым, дух и душа, и тело в нем оживает. Хотелось бы, чтобы все проблемы закончились. Они не заканчиваются. Почему так? Да потому что остается возможность у человека, как у личности, то есть его внутренний мир остается в таком состоянии, что он может принимать решение, то ли ему следовать повелениям духа, когда дух что-то говорит ему. Дух Божий воздействует на дух человеческий. Дух человеческий, который является как бы вот этой антенной в духовный мир, воспринимает сигналы духовного мира, слышит голос Божий. Человек теперь уже различает этот голос, учится отличать его от всех других голосов, которые звучат в духовном мире. Человеческий дух воспринял от Бога повеление, волю его понимает. А вот чтобы сделать онное, не всегда получается. Не всегда получается, потому что человек, оказывается, не всегда живет по духу. От того, что дух возродился, еще не значит, что он автоматически будет всегда повиноваться тому повелению, которое он получил от Духа Божьего через свой собственный человеческий дух. К сожалению, христианин может оказаться в двух состояниях. Духовный, то есть тот, который повинуется Духу, тот человеке в духовном, Дух управляет его внутренним миром, его поведением, его языком, его руками, его ногами, куда идти, что делать, что говорить. Духовный христианин. И другое состояние тоже христианина, плотской христианин. То есть христианин, в котором не Дух управляет, а плоть управляет, а Дух находится в положении, ну, пленника, я бы сказал. Он живой, он возрожденный, этот Дух, но он бездействует, у него нет силы никакой. Плоть ему говорит, а ну молчи, что ты там подаешь голос? Куда это в собрание надо идти? Отдохнуть надо, побыть дома надо. Чего ты спешишь? Не надо таким радикалом быть, фанатик какой-то. Это то, что плоть говорит нашему Духу. И иногда Дух смолкает, стихает, ну да, ну что я могу сделать, и о близних позаботиться надо, и дома надо что-то помочь сделать. И остаемся мы. Я беру самый простой пример. Таких случаев можно приводить десятки. То есть, человек, которого Священное Писание называет плотской христианин, это человек, который по внешнему поведению, иногда может быть даже такой же, как и мирской человек, а иногда может быть даже и хуже. Дух возрожден, но жизнь, оказывается, совсем не такая, как должна быть. Я читаю, как апостол Павел пишет об этом состоянии, продолжая чтение 1 Коринфянам, то, что я только что прочитал, 14 стих. Дальше пишет апостол Павел, 3 глава с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, ссоры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» О ком он это пишет? Начиная послание, он пишет «святые, искупленные, возрожденные, коринфяне, которые имели такие знаки отличия от Господа, которые имели чудеса, которые имели особые дарования, яркие, внешние, прекрасные харизмы». И вдруг апостол Павел пишет к этим людям, обладающими, казалось бы, такими духовными дарами. Кстати, очень часто сегодня говорят о духовных людях и называют духовными тех, кто имеет какие-то духовные дарования. Если я могу исцелять, значит, я духовный человек. Если я могу мертвого поднять, я духовный. Если я языком говорю, я духовный. Если я пророчествую, я духовный. Но Священное Писание не так говорит. Дары – это не признак духовности. Дар – это то, что Дух Святой производит через человека. Это не моя заслуга, это не я духовный. Это Господь может проявить через меня то, что Ему угодно. Захотел Он, чтобы через меня проявилось исцеление, Он совершит это. Если завтра Он захочет, чтобы через меня не исцеление проявилось, а чтобы я склонился и ноги помыл кому-то, это тоже дар от Господа. И Он совершит это. А послезавтра Он может использовать меня для того, чтобы пророчество, для того, чтобы наставлять кого-то. И это тоже не моя заслуга. Это Господь совершает. Это Его проявление. Это при чём здесь духовные или недуховные? Но люди, к сожалению, оценивают со стороны и говорят, вот если есть яркие проявления, то духовные. Священное Писание не так говорит. Священное Писание говорит о духовных, как о людях, которые умеют повиноваться Духу, которые умеют жить по Духу, в которых Дух командует, а не находится в подчинённом положении. Вот это есть человек духовный. И наоборот, плотской христианин – это христианин. Но посмотрите, что здесь было между этими духовными. Между вами зависть, споры, разногласия. Я Павлов, другой говорит, я Аполосов. Ну и так далее, и так далее. Да какие нестроения, описанные в Первом Послании к Коринфянам, просто ужас берёт. Страшно читать об этой церкви. А между тем, это всё-таки возрождённые христиане. И они находятся в положении, которое называется плотской христианин, или плотский христианин, как угодно называйте. Суть не поменяется. Плотский или плотской христианин – это тот, где плоть руководит его жизнью. И, конечно же, мы должны внимательно следить за тем, чтобы не оказаться в таком положении. Ведь ужас наш в том, что положение плотской или духовный не есть как бы эмблема или надпись или позиция, которую я один раз занял навсегда. Вот один раз я стал духовным, я победил плоть, я управляю своей жизнью, я повинуюсь Духу Божью, я уже духовный, завтра я тоже буду такой. Нет. Это динамика. Сегодня я могу оказаться духовным, но, к сожалению, завтра я могу снова пойти вниз и снова повиноваться плоти. И поэтому это хотелось бы, чтобы было так, чтобы один раз достиг положения духовного и остался на такой уровне, на этом положении. Не так на самом деле. На самом деле положение гораздо сложнее. И христианская жизнь – это горки, где мы оказываемся иногда в положении победителей, а иногда, к сожалению, плоть побеждает нас. И вот это как раз означает, что мы с вами должны серьезно заниматься духовной жизнью. Это означает, что мы должны подумать о тех практиках, которые помогут нам сохранять положение духовного христианина или достигать этого положения, если мы его потеряли, обновлять свою духовную жизнь и переходить от плотского состояния в состояние духовного христианина. Вопрос теперь – а как это сделать? Если бы можно было так легко и просто – вышел вперед, упал на колени, покаялся, духовный стал. Потом ушел и сохраняешь эту духовность. Но не так получается. Покаяние важно, покаяние нужно. С него начинается духовная жизнь. Без него ничего вообще не может совершиться. Но это не есть та пилюля, которая способна излечить нас от плотского состояния. Оказывается, гораздо более сложной наша духовная жизнь. И нам необходимо упражняться, совершенствоваться, необходимо искать время, возможности, употреблять усилия для того, чтобы исправляться, для того, чтобы оказаться в положении победителей, для того, чтобы стать реально духовными людьми. Как это делать? Здесь многие учителя аскетики, учителя духовности, а таких немало, книг на эту тему написано достаточно много. И каждый учитель советует по-своему, как достигать положения духовного и сохранять это положение, как уходить от плотского состояния, что для этого сделать надо. Все эти учителя говорят по-разному. И если все-таки пытаться как-то проанализировать, большинство из этих наставников будут говорить, что, неправильно будут говорить, что нам необходима вера, что верой во Христа мы должны утвердить свое положение во Христе, как победители, и мы должны верить, что мы можем справиться с нашими недостатками, мы верой должны отстранить от себя всякий грех, утвердиться в Иисусе, ну и так далее, и так далее. Вера является главным рецептом, и это правильный рецепт. Но, к сожалению, когда мы слышим, когда мы читаем об этом рецепте, когда мы рассуждаем о том, что верой во Христе мы можем признавать себя победителями, верой во Христе мы можем утверждаться в положении духовного, мы не всегда правильно реализуем эту правильную идею. Что я имею в виду? Под верой очень часто люди понимают некое умозрение, понимают некоторую самоуверенность или просто уверенность в невидимом. Вот я должен уверить себя или убедить себя, что я уже на кресте распят, уже я вместе со Христом там, мои все плотские грехи там, моя вся старая жизнь там. Если я хорошенько поверю в это, только твердо надо поверить, так, хорошо поверить, может быть, 10 раз повторить, 100 раз повторить, то все будет в порядке. Люди повторяют, стараются убедить себя, что все уже прошло, что теперь меня эти грехи не тревожат, а на завтра просыпаются и снова оказывается, грехи тревожат. И снова остается это плотское побуждение. И проблема не в том, что рецепт неверен, и проблема не в том, что это неправильные предложения, проблема другая. Проблема в том, что вера очень часто воспринимается только как самовнушение, что ли, или как просто мнение того, что не видишь, утверждение того, что еще не совершилось. Но Священное Писание говорит о вере несколько иначе. Священное Писание учит, в всяком случае, апостол Павел, 11 глава, послание к евреям, как говорит о вере. Вы помните этот текст? Что такое вера? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Слава Богу! Вы много раз читали Писание, вы хорошо знаете, что такое вера. Послушайте еще раз. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом – это понятно. Если открыть любой словарь, то там будет примерно определение веры, которое можно свести к этому понятию. Осуществление ожидаемого стоит в стороне. Вот уверенность в невидимом, как правило, стоит на первом месте. То есть, что такое вера? Скажем, я могу верить, что существует какая-то звезда. Ну вот я знаю, например, прочитал в одной умной книге, что существует такая звезда Альфа Центавра. Я не знаю, существует она на самом деле или нет. Я от книги об этом прочитал. Но я верю, что она существует. Говорят, что ближайшая до нас звезда. Я верю, существует. Верю этим умным людям. Они исследовали, они там смотрели в свои телескопы, вычислили. Я верю, что она существует. От того, что я верю, что существует звезда Альфа Центавра, простите, в моей жизни ничего не изменилось. Я могу сколько угодно верить или не верить в Альфу Центавру, ничего не меняется. Я как делал грехи, так я и делаю. Я как жил свято, если я жил свято, я так и живу свято. То есть вера, как уверенность невидимым, это еще не все. Даже более того я вам скажу, только поймите меня правильно. Можно верить, что Иисус Христос жил в Палестине, что Он ходил там, что Он учил. Можно верить, что Его распяли, можно верить, что Он воскрес. И ничего не меняется в жизни человека, даже если Он верит во все эти факты. Вера в Иисуса Христа, как в историческую личность, ничего человеку, по сути дела, не дает. Оказывается, иначе надо верить. Вера – это нечто иное, чем просто уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом – это только часть веры. Самая фундаментальная, самая глубокая составляющая веры – это осуществление ожидаемого. Что такое осуществление ожидаемого? Если я, скажем, ожидаю, что будет построен молитвенный дом, то я не просто сижу на лавочке и верю, что будет молитвенный дом. Если ваши пресвятарабы только сидели и верили, что будет молитвенный дом, день верили, два верили, неделю верили, но, к сожалению, молитвенный дом бы не появился. Для того, чтобы он появился, надо, во-первых, конечно, верить, что он появится, надо быть уверенным, что хватит сил для его строительства, но после этого надо взять лопату и начать копать фундамент. Без этого ничего не будет. Надо осуществлять ожидаемое. Мы ожидаем, что молитвенный дом появится, но надо для этого что-то делать, надо, оказывается, осуществлять. И это называется не просто дело, это вера. Это дело веры. Это факт веры. Это движение веры. Без этого вера не есть вера. То есть вера в Священном Писании – это не просто уверенность в каких-то истинах. Вот что я хочу подчеркнуть. Осуществление ожидаемого – это означает, что архитектор нарисовал какое-то здание, а после этого он осуществляет, он переводит в действительное то, что он ожидает. И это и есть, оказывается, вера. Если так подойти, то, оказывается, мы, в общем-то, живем в нашей повседневной жизни, все время живем по вере. Мы сначала во что-то верим, а потом осуществляем. Скажем, я верю, что вот тот пилот, который будет вести самолет, на котором я собираюсь отсюда у вас улететь из Омска завтра утром, я верю, что этот пилот знает, на какие кнопки нажимать. И тогда я сяду в этот самолет. Да я вообще верю, что вот эта железная конструкция может взлететь. Вообще-то железо же не летает. Как это может быть? Это надо иметь большую веру, чтобы поверить, что там каких-то там 30, 40, может быть, 100 тонн, и вдруг это железо взлетит на воздух. И я еще там буду тоже. Но это же невероятно. Надо поверить. Сначала я верю, на основании опыта, конечно, уже много раз я видел, что это так получается, и спокойно воспринимаю. Я верю, что там люди сидят, которые знают, что делать, куда везти, что лететь надо именно в эту сторону, а не в другую сторону. Я верю в это, и после этого я действую. А если я буду верить, что там сидит какой-то мальчишка, который не знает, как нажимать на эти клавиши, как руль этот дергать, в какие стороны, то я же не сяду в такой самолет. Зачем? То есть мы действуем, мы живем по вере. Это в материальной жизни. Но точно так и в духовной жизни. Духовная жизнь, оказывается, тоже строится по вере, но в правильном понимании веры. В правильном понимании это означает, что я должен не только представлять себе, что я уже духовный человек, что я распят во кресте, что грехи мои все распяты. Но я должен начинать действовать в соответствии с этой верой, в соответствии с убеждениями, которые я провозглашаю. А если я только провозглашаю какие-то факты, а не осуществляю их, то это не есть вера, потому что вера написана осуществление ожидаемого. Вы мне так сказали, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. На первом месте осуществление. Поэтому тогда, когда мы говорим о духовных практиках, это я отвлекся в сторону, простите, но, наверное, это надо было тоже для того, чтобы перейти к основной теме. Я все еще вступление делаю, это уже полчаса, да? Ну, ничего. Да мы продолжаем. Это все необходимо, наверное. Это надо было, может быть, еще вчера говорить, но слава Богу, что мы можем рассуждать. Итак, возвращаемся. Духовный человек, человек, живущий по духу. И для того, чтобы жить по духу, мало один раз пережить этот эксперимент, мало один раз почувствовать крылья за своей спиной, как сегодня брат обратил внимание. надо, оказывается, это переживать постоянно, надо восстанавливать это. И как это делать? Этому, собственно, и должны быть посвящены все наши усилия. Для того, чтобы жить по духу, нам необходимо усилие веры. То есть надо, во-первых, верить, что мы можем жить по духу, а во-вторых, начать действовать. Это в некотором смысле авантюра, конечно. Надо рискнуть. Рискнуть и действовать так, как предлагает Священное Писание. Поступать по тем правилам, которые ты веришь. И тогда только начинается жизнь. Собственно, вся жизнь по Писанию это дела веры. То есть, если я верю, что Господь будет наказывать за всякое праздное слово, то я не буду говорить праздных слов. А если я только провозглашаю, что за всякое праздное слово вы дадите ответ в день суда, а на самом деле произношу эти праздные слова, это означает, что я не верю. В реальной жизни я не верю в это, что будет суд за каждое праздное слово. Вот это и есть, собственно, дело веры. Поступок веры. Реализация веры. Вот только в этом осуществляется вера. И если мы с этой точки зрения подходим к духовной жизни, то оказывается, что все эти духовные практики, о которых мы вчера начали говорить, сегодня еще продолжим. Духовные практики – это как раз упражнения, которые помогают нам поместить себя под действием Святого Духа так, чтобы научиться поступать по вере, научиться жить верой. Тогда, когда мы говорили вчера о чтении Писания, это тоже духовная практика, где мы должны научиться слышать голос Божий. Через Писание мы должны научиться слышать этот голос. Это и есть дело веры. Другое дело веры – мы должны научиться разговаривать с Богом. Разговор с Богом – это тоже очень важная часть, которая состоит из многих компонентов. И сегодня мы основимся еще на одном только компоненте – на молитвенной жизни. И мне хотелось бы сейчас начать наше, собственно, рассуждение о молитве, ради которого мы, собственно, и собрались. Рассуждение о молитве, которое я хотел бы начать, чтение текста, записанного в 11 главе Евангелия от Луки. Написано так. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Когда Иисус молился, один из учеников его, обратившись к нему, сказал от имени, наверное, всей группы учеников, ясно, что его поддерживали и другие в этой просьбе, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Научи нас молиться. Во-первых, я хотел бы обратить внимание, что это весьма необычная и странная просьба. Научи молиться. Особенно странно это, наверное, звучит для всех протестантов, евангельских протестантов, для баптистов в первую очередь. Ведь мы говорим о том, что молитва – это есть дыхание христианина. Молитва – это то, что, естественно, должно исходить из наших сердец. И мы правильно говорим, это действительно так, что молитва должна истекать, и здесь невозможно говорить о какой-то учебе. Как можно научить молиться? Это, в принципе, казалось бы, невозможно, потому что тогда, когда мы начинаем говорить с Богом, мы говорим с Ним, как ребёнок говорит с родителями своими. И, конечно, он говорит не заученными стихами, а он говорит естественно и просто, говорит то, что есть на сердце. Это нормально, это правильно, это хорошо. Поэтому мы побуждаем к таким свободным молитвам. Говорите всё, что у вас есть на сердце, и всё. Когда ученики обратились к Иисусу и сказали, научи нас молиться, он вместо того, чтобы сказать им, ну, какие вы неразумные, ну, вот говорите Богу всё, что есть на сердце, и будет ваша молитва. Он не так ответил. Вместо этого он начинает их учить молиться. И, кстати, ещё более странно, потому что эти ученики ведь знали, как молиться. Они прошли хорошую воскресную школу, или, простите, субботнюю школу. Они прошли синагогу, где их учили молиться. Они каждый день молились. Они возносили руки к небу и говорили, баруха, та, данай, аллахэм, и так далее. Они могли молиться. Они знали все молитвенные речи. И вместе с тем, они захотели научиться молиться. Иисус стал учить их молиться. Как Он их учил молиться? Ну, если бы, скажем, мои студенты попросили меня, учитель, научи нас молиться, то я бы, конечно, в первую очередь подготовил такой трёхкредитный курс о молитве, поставил бы проектор, подготовил бы видеопрезентацию, собрал всю литературу о молитве и начал бы учить их молиться. Я бы рассказал о всех законах молитвенной жизни, о принципах истории молитвы. Ну, всё бы сделал, как положено. Может быть, две недели мы бы провели на этом курсе, но я не уверен, что мои студенты после этого умели бы молиться. Сегодня мы учим весьма странно учеников. Мы начинаем рассказывать им всё о предмете. Мы не сам предмет преподаем, мы о предмете обычно рассказываем. Сегодня такие интересные, хорошие курсы университетские. Всё это приятно и хорошо слушать, но не всегда выходят высококлассные специалисты. Я вообще удивляюсь, как это может быть, что, скажем, Бах писал такие фуги, токаты, писал свои кантаты, в некоторых случаях на 24 голоса. Исполняли их не профессионалы, которые консерватории заканчивали. Кстати, сам Бах не заканчивал ни одной консерватории. И никто из его оркестра, никто из его хора никогда не учился в музыкальных училищах и не заканчивали институтов. Это были просто любители. И пели произведения, которые сегодня с трудом могут исполнять профессионалы, которые по 8-10 лет учатся музыке. Как это может быть? Что они более талантливые были? Как случается это? А ведь все тогда жили такой жизнью, никто, собственно, не заканчивал специальных университетов, а умели очень многое, то, чего современные люди не всегда умеют. Или художники, которые писали такие прекрасные полотна, возьмите Рембратт, Микеланджело, другие, Леонардо, они ничего не кончали. Они не имели никакого образования. Это вообще не учи в нашем смысле слова. А вместе с тем, такие мастера, до которых не дотягивается никто из современных академиков. Учили их, оказывается, не так. Наша университетская система образования, которая претендует на то, что она лучшая в мире, конечно, как всегда у нас все лучшее, но она не может произвести таких учеников. Иисус учил совершенно иначе. Иисус не учил своих учеников, рассказывая им о предмете, а Он учил практикой. Вот вместо того, чтобы рассказать все о молитве, когда ученики попросили Его, Он в ответ дает молитву. И я прочитаю ответ Иисуса, так как Он записан в Евангелии Матвея. Евангелие Матвея я читаю, начиная с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да прийди, царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Мы воспринимаем молитву Отче наш просто как молитву. Повторяем ее, учим наизусть, детей учим этой молитве. Это правильно, это хорошо. Но я хотел бы обратить внимание, что молитва Отче наш дана в ответ на просьбу учеников, научи нас молиться. То есть, эта молитва дана как урок молитвенной жизни, а не просто как молитва. Мы должны извлечь какие-то уроки, читая молитву Отче наш, а не просто ее повторять. Поэтому давайте мы посмотрим сейчас на эту молитву и попробуем извлечь эти уроки молитвенной жизни, читая молитву Отче наш. Ну, прежде всего, общая структура молитвы. Общая структура молитвы очень простая. Есть обращение к Богу, Отче наш, сущий на небесах. Значит, всегда молитва должна начинаться с обращения. Мы должны четко понимать, кому обращаться и как обращаться. Обращение к Богу, Отче наш, сущий на небесах. И ученики должны были, читая эту молитву, изучая ее, слушая ее, они должны понять эту структуру, использовать эту структуру для построения своих собственных молитв. И мы, очевидно, должны сделать то же самое, если мы хотим чему-то научиться. Итак, есть обращение к Богу. Отче наш, сущий на небесах. Потом есть три просьбы, и три просьбы, которые касаются вещей духовных, небесных вещей. Иисус учит, чтобы мы молились так. Первое – досветится имя Твое. Второе – да прийдет Царствие Твое. Третье – да будет воля Твоя. Значит, три просьбы, которые касаются духовных категорий. А после этого три просьбы, которые касаются земных наших проблем. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Дальше – прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И последнее – не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. И заключение – словословие. «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Вот очень простая схема. Обращение, три просьбы духовные, царства небесного, три просьбы земных, земных наших проблем и словословие. Очень простая структура. Собственно, это идея, по которой и мы должны строить все наши молитвы. Давайте мы более внимательно посмотрим на каждую из этих компонентов. Первое. «Отче наш, сущий на небесах». Это обращение к Богу. Значит, Иисус учит, чтобы мы обращались к Богу, как к Отцу. Это весьма необычно в иудейской культуре. Потому что, как вы хорошо знаете, евреи не так обращались к Богу. Они говорили благословенно, они говорили Всевышний, они говорили Владыка, они говорили Господь. Разные слова они говорили, которые подчеркивали, может быть, разные атрибуты, разные свойства Бога, Его проявления подчеркивали. Но слово «Господь» употребляли, возможно, чаще всего. Здесь Иисус предлагает, чтобы мы обращались к Богу со словом «Отец», «Отче». Но для того, чтобы обратиться со словом «Отец», для этого надо быть сыном, дочерью. Конечно, я могу на улице сказать пожилому человеку, «Отец, пройдите сюда, вот сядьте здесь». Но я не имею в виду тогда, что это мой личный отец. Это вообще пожилой человек. Иисус же предлагает обращаться к Отцу Небесному, к Богу, как к Отцу Личному, «Отец наш». То есть, эта идея очень часто пронизана, проходит через Новый Завет. Обращение к Богу, как к Отцу. Но это не просто необычная идея, но это даже в каком-то смысле неправильная идея. Неправильная, потому что Бог не является Отцом всех людей. Ведь люди, родившись на земле, не являются по рождению детьми Божьими. Они являются творением Божьим. Очень большую ошибку часто делают люди, когда они говорят, «Ну, мы все же дети Божьи, мы все вот Богом созданы, значит, мы Его дети, Бог должен о нас позаботиться, и Богу предъявляют претензии дальше. Почему, Господи, Ты вот это не сделал мне, вот это не сделал, Ты должен». Это такое вот отношение у людей есть. Исходит из позиции, что якобы я являюсь Детем Божьим, а значит, раз я Детё, то Отец должен обо мне позаботиться. Но по факту рождения люди являются только творением. И творение отличается от ребёнка, от дитя. Скажем, я могу сделать вот что-то похожее на такую кафедру, даже если бы я умел хорошо сделать, я бы сделал красивую кафедру, но творение, самое лучшее творение, это не дитё, это не сын, который у меня родился. Сын и произведение рук моих – это совершенно разные вещи. Сын единосущий мне по природе – это продолжение меня, это ребёнок. То время как творение – это просто творение. Да, это может быть очень дорогое для меня творение, но всё-таки это только творение. Все люди, которые появляются здесь на земле, являются Божьим творением, а не Божьими детьми. И вот только в определённый момент люди могут стать детьми Божьими. Священное Писание говорит о том, что благодаря Иисусу Христу мы получаем право называться и быть чадами Божьими. Называться и быть – это не привилегия всех людей без исключения. Это привилегия только тех, которые принимают Иисуса Христа как Спасителя. Только тех, которые соглашаются с жертвой Его. Только тех, которых Бог усыновляет. Вот этот момент возрождения означает не только появление Духа человеческого, то есть освобождение этого Духа от рабства, спячки и греха. Но этот термин возрождения означает, что в нас появляется новое сыновье природа. Природа чада Божьего, дитя Божьего. Эта новая природа теперь может взывать «Авва Отче», то есть не просто «Отец», а «Близкий Отец». Вы думаете, переводчики не знали, как перевести это слово «Авва Отче»? Почему они не перевели? Вот в послании к римлянам написано, что Дух наш взывает «Авва Отче». Все знали, как перевести, но слишком дерзко звучит перевод. Невозможно произнести, потому что это означает «папочка», это означает «близкий Отец», «мой личный Отец». Но вот слово «папочка» по отношению к Всевышнему, управляющему Вселенной, сказать, переводчики на это не решились. Они лучше заменили этого таким арамейским выражением «Авва Отче». Потому что действительно это выглядит, как величайшая дерзость тому, кто управляет Вселенной, кто командует звездами, кто создал этот мир, и вдруг я ему творение, жалкое, как иногда говорят, прах и пепел, и вдруг я ему говорю «папочка», ну это же язык не поворачивается, у меня самого язык не поворачивается так обращаться к Богу. Слишком хорошо я понимаю, кто такой Бог. Сегодня утром брат обращал внимание, ангелы падают пред ним, они закрывают себя и лицо, и тело закрывают от присутствия Божьего. Никто не может устоять в присутствии Божьем. И вдруг вот это человеческое творение, да еще и греховное, заявляет, что оно может сказать Всевышнему «папочка». А это действительно возможно. Возможно, потому что Христос открыл нам эту дверь и возможность. Он дал нам путь к небу. Он фактически сделал возможным появление в нас вот этой сыновьей природы, которая теперь может обращаться так к Богу, как к родному, близкому Отцу. Поэтому вот это обращение «Отец» – это привилегия верующего. И с этой точки зрения вообще духовная жизнь, в полном смысле слова, молитвенная жизнь, возможно только у человека возрожденного. Хорошо, когда и невозрожденные молятся. Прекрасно, пусть молятся. Но по-настоящему богообщение возможно только тогда, когда человек возродился и начинает молиться Отче. И для него молитва «Отче наш» уже не становится просто шаблоном, который он заучил. А для него эта молитва и любая молитва становится действительно дыханием сердца, становится произведением сердца. «Отец мой». Здесь, кстати, написано не «Отче мой», а «Отче наш». Обращали вы внимание, что ведь сказано слово «наш». Иисус говорит «Молитесь, Отче наш». То есть, это означает, что я не единственный в этой семье, что есть еще и другие дети, и другие взывают к Отцу точно так, как и я. Я не просто человек, который имеет личные отношения с Богом и больше никого не вижу, не слышу. Есть другие, есть братство, есть семья. Отче наш. Из этого следует, что семью, собственно, мы не выбирали. Мы попали в эту семью по факту духовного рождения. И тогда, когда человек недоволен своей духовной семьей, когда у него возникают какие-то проблемы, он недоволен своими сестрами, братьями, он должен вспомнить хорошенько, что он не может выбирать эту семью, что он рождается в этой семье, и от того, что он родился, он уже член этой семьи. Так же, как физическую семью мы не можем выбирать. Мы рождаемся в этой семье, и мы уже связаны с нашими братьями и сестрами. Можно выбирать супругов. Братья иногда выбирают себе жен, часть сестры выбирают братьев. Но как бы кто ни выбирал, это только привилегия выбора супругов. А вот братьев, сестер, в семье, где мы рождаемся, мы выбрать не можем. Мы родились, и хотим мы того или нет, мы должны их принять. То есть, когда мы говорим молитву «Отче наш», когда мы вообще молимся, мы должны постоянно понимать и чувствовать, что молитва – это не только мои личные и персональные отношения с Богом. Это одновременно и семья. Это одновременно и участие других людей. И молитва поэтому всегда носит вот этот коллективный оттенок. Кстати говоря, Иисус не исключил и себя. Из этой молитвы. Он не говорит, что молитесь «Отче ваш», а я, мол, нахожусь в другом положении. Он говорит «Молитесь «Отче наш», я тоже с вами, я в этой же семье». Писание говорит, что Он есть наш старший брат. Он есть тот, кто прошел впереди. Поэтому Он может поддержать нас. Я только иногда думаю, какого мы имеем старшего брата? Какого родственника мы с вами имеем? Кто-то хочет, конечно, иметь здесь родственников на земле, таких высокопоставленных, влиятельных. Я знаю, один молодой человек очень сожалевает. Он до сих пор, наверное, не знаю, до сих пор или нет, но, в всяком случае, он мне говорит, вот если бы я родился в семье королевы Англии, но, к сожалению, он родился не там. И его мечты, если бы он был принцем уэльским, конечно, не сбудутся. Но я думаю, что ведь мы с вами родились в гораздо лучшей семье, что семья королевы Англии или президента Америки или России по сравнению с семьей, в которой мы родились. У нас старший брат – это принц вселенной, кто управляет вообще всей вселенной. Его положение гораздо выше. Слава ему за это! И благодарность, что мы имеем такого родственника. Подумайте, зачем вам другие родственники? Если у вас есть проблемы, обращайтесь же к нему. Он же брат, он же может помочь, он поддержит, он готов выслушать. К нему не надо идти через охрану или добиваться через какие-то письма, специальные иметь рекомендации. Он наш старший брат, он в этой же семье находится, с нами сидит за одним столом. Но он так же, как и мы, обращается к тому же отцу, к которому и мы обращаемся. Это великое ободрение. И оно заключается в этом простом слове. Отче наш, наш отец. Все мы составляем это единое сообщество. Это обращение. А дальше следуют, собственно, просьбы. Как строить наши просьбы? Нас учили с детства, учили. Я думаю, что и вас учили. Я слышу в ваших молитвах, это очень ясно. Учили, что прежде всего нам надо благодарить Бога. Мы благодарим Господа за все. А потом начинать просить. Прежде чем ты проси, ты поблагодари. И мы так и стараемся делать. Наши молитвы, я вот сегодня слушал специально ваши молитвы внимательно, вы в основном благодарите Господа. Даже просьб звучит еще очень мало. Я, во всяком случае, почти не услышал просьб, а услышал благодарность. Это слава Богу, аллилуйя. Я очень, очень рад, что я нахожусь в такой церкви. Но я должен вас огорчить. Иисус учил не так. Нас учили, что благодарить надо. А Иисус учит, что первое, с чем надо обращаться к Богу, это просьба, но просьба весьма странная. Досвятиться имя Твое. Вот, собственно, с чего начинается молитва. С просьбы, с желания, чтобы имя Твое, Господи, светилось. То есть, Господи, я хочу, чтобы имя Твое светилось. Первое место, приоритет, самая высокая ценность, самое большое, что есть для человека, оказывается в этом. Даже не благодарить Бога, хотя благодарить прекрасно и хорошо, что вы благодарите Бога. Даже не в этом оказывается приоритет. Приоритет Иисус, во всяком случае, так ставит. На первом месте досвятится имя Твое. То есть, Господи, я хочу, чтобы имя Твое светилось. Но здесь возникает проблема, почему мы так не молимся? Почему в наших молитвах я не слышу, чтобы мы говорили, Господи, досвятится имя Твое. Ну, разве что, когда мы повторяем молитву Отче наш, мы это говорим. А вот в наших свободных молитвах мы об этом не молимся, не просим, Господи, чтобы имя Твое светилось. Чтобы оно светилось и было на самом высшем месте. Наверное, есть причины, почему мы этого не делаем. И причины заключаются в том, что мы часто не знаем и не понимаем, а зачем, собственно, я буду об этом просить. Есть много важных вещей, которые я должен просить. Ну, надо просить, скажем, о покаянии, о просвещении народов, которые вокруг нас, о покаянии моих ближних, родственников. Надо просить о благополучии, о благословении для нашей земли. О многих вещах нам надо просить. Это очень важные и серьезные вещи. Почему мы должны просить о том, чтобы имя Божие светилось? Ведь Бог свят и так. Разве Он не свят? Разве имя Его не святится и так без нас? Так мы думаем подсознательно. Может быть, сознательно мы это не говорим, но подсознательно мы считаем, что имя Божие свято, Бог свят. И, конечно же, мы выставляем наперед, на первое место, другие нужды, другие проблемы. Да, Бог действительно свят. Имя Его свято. Но вот вопрос, святится ли Его имя в жизни людей? Это большой вопрос. Вспомните Ветхий Завет. В Ветхом Завете Бог присутствовал среди народа израильского. И Он строго говорил о том, чтобы имя Его светилось в этом народе. Одна из заповедей, которую, кстати, мы очень часто не помним, одна из заповедей Десятисловия звучит как? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Всуи. Мы чаще всего, если я спрошу вас, назовите мне Десять заповедей, то чаще всего вы скажете, это не убей, не укради, не прелюбодействуй. И вот здесь все кончается, наши знания Десяти заповедей. Но в этих Десяти заповедей есть вот это очень серьезное заявление. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, всуи. Святи имя Господа Бога твоего. Евреи гораздо точнее, чем мы выполняли эти Десять заповедей. Они хорошо помнили вот эту заповедь о том, что имя Божье должно светиться, так хорошо помнили, что они вообще не произносили имени Божьего. На всякий случай, чтобы не произнести его всуи, там, ни в том месте, ни так. Они вообще не произносили. И когда они в тексте Тары встречали имя Божье, они заменяли его другим именем. Ну, скажем, Всевышний или Благословенный, Всемогущий. Ну, любым синонимом они заменяли. Они текст не меняли, но вслух не произносили имени Божьего. И настолько они хорошо это делали, что до настоящего времени мы уже не знаем, как это имя произносится. Вообще не знаем. Сегодня человечество просто не знает, как произнести имя Божье. Мы знаем, как оно пишется. Четыре буквы. Это четыре согласные буквы. Кто-то читает Яхве, Ягве, Ягова, как угодно его читают. Но это наши догадки. На самом деле, никто сегодня не может точно произнести этого имени, потому что потерялась традиция произношения. Ведь писали-то только согласными буквами, а какие гласные там подставлять, чтобы произнести это слово, никто не знает теперь. И евреи, казалось бы, светили имя Божье. Они так свято относились к этому имени. А почему же писания пророков полны обличений? Особенно, скажем, 36 глава Иезекии. Там пророк обличает народ израильский и говорит, «Вы бесчестите имя моё». Они могли бы сказать, «Как, Господи, мы бесчестим? Мы даже не произносим этого имени. Как же мы бесчестим это имя?» А дальше пророк говорит, «Вы бесчестите своими поступками, своими делами бесчестите имя Божие». Это были обличения израильского народа. А давайте подумаем о нас с вами. «Мы с вами как носим имя Божие?» Кстати говоря, а какое имя мы с вами носим? Христиане. Мы носим имя Христа. То есть имя Христа начертано на нас. Вот посмотрите друг на друга. Вот здесь вот на лбу, вот посмотрите внимательно, на лбу вот здесь написано «Христос». Вы не видите, да? Вы просто не так смотрите. Если вы духовными очами посмотрите на лоб друг друга, то вот здесь вот на челе написано «Христов». Он запечатлел нас. Он печать поставил свою на нас. Ну да, мы, конечно, физическими очами не видим. Напрасно вы будете присматриваться. Не видно физически, но оно есть. Есть в духовном мире, его прекрасно все видят. И духи хорошо знают, кто есть чей. То есть на лбу, у кого печать стоит Христов, а у кого на лбу стоит печать другого противника Божьего. У кого вообще раб чей-то, раб греха, раб алкоголя, раб какой-то другой зависимости, раб наркотика. Тоже печати. Это печати стоят в духовном мире. На нас с вами стоит эта печать. Начертано имя. Имя самого Господа Иисуса Христа. Мы носим это имя. Мы называемся христиане. Даже если мы не видим на лбу это имя, все равно нас знают, нас узнают, хоть мы и неизвестны. Нас узнают, что мы христиане. А как мы носим это имя? Не порочится ли это имя христиане в жизни людей, в обществе, в семье? Может быть, в семье это имя совсем не светится? Да, мы должны светить имя Христа в своей жизни, своими словами, своими поступками, своими делами. Как мы это делаем? Действительно ли имя Божие светится на работе, где я работаю, дома, где я общаюсь, перед детьми моими светится ли имя Божие, перед моими родственниками, знакомыми? То есть, святится ли имя Божие? И если мы серьезно подумаем, то мы вспомним много моментов, когда не хотелось бы, чтобы люди знали, что я Христов. Не хотелось бы, чтобы они видели, что на мне имя самого Иисуса Христа. Смотришь в историю, сколько было неправильных поступков у христиан, сколько было черных пятен на христианской истории. И очень стыдно и не хочется, чтобы это было с именем Иисуса Христа связано. Но оно есть так. Мы уже это не вычеркнем из истории. Христос знал это. Поэтому он рекомендовал нам в первую очередь позаботиться о святости имени Божьего. Молиться о том, чтобы имя Божие светилось в нашей жизни, в наших поступках, в наших делах, в нашем поведении. Если мы научимся светить имя Божие в делах наших, то он будет доволен, он будет благодарен. То есть на первом месте, когда мы молимся, мы должны поставить интересы Царства Небесного и подумать о том, чтобы... и молиться о том, чтобы имя Божие светилось. И тогда мы действительно ответим на урок Иисуса Христа.